Библейский портал экзегет.ру представляет того, что происходило в царском дворце. Как правило, череда царей описывается буквально несколькими словами. Такой-то царь шел по пути своих нечестивых предков, поклонялся языческим богам. Прочие о его делах сказаны в летописи царей израильских или иудейских. В какой стране правил такой летописи. И, в общем-то, все. Может быть, один-два эпизода о нем рассказывают. А вот о царе Хиске говорится долго и подробно. Скорее всего, автор книги был где-то рядом, потому что вот он пишет, как пишут очевидцы, а не просто пересказывает какие-то древние предания. Ну и что у нас в 18 главе произошло? Ассирийцы, это могучая империя, которая с севера нависает, уже уничтожили северное израильское царство и подбираются к южному иудейскому. То, что Хиске опрометчиво перестал подчиняться сирийскому царю, восстал против него, и царь его должен наказать. Что это за безобразие? Мой подданный, мой вассал не исполняет моих требований. Пойду-ка я возьму его город, все там уничтожу. Ну и войско уже подошло к стенам Иерусалима, ведет переговоры, причем ведет переговоры по-иудейски, так, чтобы слышали все жители города, обещают их уничтожить, если они не сдадутся, и так между делом говорят, а этот ваш Господь, которого вы тут призываете, он ничуть не лучше всех башков других народов, эти народы мы покорили и вас покорим тоже. То есть это вызов, который брошен на самом деле Богу, а не царю Хискея, жителям Иерусалима. Вот что и пересказали посланцы царя этому самому царю Хискея. Когда Хискея услышал эти слова, то разорвал свои одежды, покрылся рубичем и пошел в храм Господень. Смотрите, стал не войск собирать, а чего у него собирать-то? Войск у него все равно меньше, чем у Ассирии во много раз. Или там осматривать укрепления. Но ассирийцы были хорошими военными инженерами, они умели брать укрепленные города. Он отправился, собственно, по адресу. Господу нанесено оскорбление, его сравнили с племенными башками. И вот пусть он как-то ответит и нас спасет. Он послал Илья Кема, смотрителя дворца, с песцом Шевной и со старшими священниками, одетыми в рубище, к пророку Исаии, сыну Амоции. Вот у нас появляется пророк Исаии, тот самый имя которого носит целая книга, где записаны эти пророчества. И неожиданным образом книги царей тут пересекаются с книгой Исаии. Они передали ему такие слова хиски. «Настал этот день, день беды, кары и позора. Настало время младенцам выходить из утробы, но сил не отродить. Надеюсь, Господь твой Бог ответит на все слова этого полководца, которого послал его господин. Ассирийский царь хулить живого Бога и поносить его словами, какие Господь твой Бог слышал сам. Помолись же о тех, кто еще остался в живых». Вот не случайно очень краткое, хотя им такое емкое, поэтически прекрасное высказывание. Оно приведено полностью, потому что Хискея, с одной стороны, как поэт говорит здесь, с другой стороны, вот он явно понимает это как обращение к Богу с призывом «Господи, защити свое имя, не только нас, но и свое имя, свою славу». «Когда слуги царя Хискея пришли к Исаии, Исаия велел им передать их господину то, что говорил Господь. «Не бойся услышанных тобой слов, которыми ругали меня слуги ассирийского царя. Я пошлю в него некий дух, и услышит он некую весть, и когда он вернется в свою страну, а в его стране я сражу его мечом». То есть понятно, что ассирийского царя на поле боя не одолеть иудеям, а их слишком мало. И Иерусалиму не устоять перед настоящей ассирийской осадой. Но Господь на то и Господь, что весь мир в его руках, и, соответственно, он может внести что-то такое, чего никак не ожидают ни ассирийцы, ни даже осажденные иудеи. Главный советник вернулся к ассирийскому царю, который как раз осаждал Ливну, ведь ему уже сообщили, что царь оставил Лохиш. Это войско захватывает постепенно города, укрепленные одно за другим. А царь услышал, что на него идет войной эфиопский царь Тахарка, и тогда он повернул проще, послал хиски гонцов. И вот что велел он им передать хиски, иудейскому царю. То есть на него идет эфиопский, вряд ли прямо из Эфиопии, скорее некий эфиоп, который стоит во главе Египта. И понятно, что Египет это тоже могучая держава, поэтому с ней ассирийцам надо воевать, но не распыляясь на осады разных иудейских городов. Но все-таки последнее сообщение он передает. Пусть не обманывает себя твой бог, на которого ты надеешься, мол, Иерусалим не будет предан в руке ассирийского царя. Ты же слышал, что сделали ассирийские цари со всеми странами, предали их заклятию. А ты что, уцелеешь? Мои предки сгубили другие народы, и что их боги уберегли их? Например, Газана, Харана, Лесунов и Дена, что жили в Таласаре. Где теперь царь Хамата и царь Арпада, царица Фарваема, Хена и Ива? Повторяются те же слова, что в предшествующей главе. Вот другие народы были завоеваны, пострадали. Неужели вы надеетесь, что Господь вас спасет? Вот, дескать, подожди, вот сейчас с этим эфиопским царем сражусь, потом за тебя возьмусь. Хискея взял послание из рук гонцов и прочитал его. Потом Хискея пошел в храм Господень и развернул его перед Господом. Так молился Хискея Господу. Господи, Божий воин, сидящий на Херувимах, ты один над всеми царствами земли, ты небо и землю сотворил. Слушайся, Господи, и ты услышишь, посмотри, и ты увидишь, какими словами поносил живого Бога через своих вестников Синахириб. И вправду, Господи, опустошили царя и сирийские земли других народов, побросали богов их в огонь. Но ведь то не боги, а творение руки человеческих, дерево и камень, уничтожили их. Но ты, Господи Божий наш, спаси нас от руки, и узнает все царства земли, что один ты, Господь. А Исаия сына Моца послал передать Хискея такие слова Господа Бога Израиля. Я слышал, как ты молился мне о Синахирибе, о сирийском царе. Вот какое слово изрек на него Господь. Ну, понятно, да, то есть повторение той же самой аргументации. А дальше идет длинное поэтическое пророчество, которое, в общем, очень похоже на книгу Исаии. Это и есть то, что говорит Исаия, от имени Бога. «Презирает тебя, смеется над тобой девственная дочь Сиона, качает головой тебе вслед дочь Иерусалима. Кого это ты поносил, кого хулил, на кого возвысил голос, на кого смотрел с высока? На святыню Израиля. Устами своих посланцев ты поносил Господа, говорил. Множеством колесниц я горы покорил, добрался на дальних отрогов Ливана, срубил высокие его кедры, лучшего кипариса, дошел до удаленных обителей, до цветущего его леса, копал я колодцы в чужой стране и воду из них пил, стопами ног своих осушил египетские реки». Это похвальба ассирийцев, конечно. «Разве не слышал ты, что издавна я это сотворил, издревле замыслил, а ныне свершил?» То есть, да, он это сделал, но Господь распорядился так, чтобы это случилось, а вовсе не ассирийский царь, сам по себе такой суперкрутой. «Потому и обращаешь ты твердыни городские в груды развалин, жители их бессильны, опозорены и разбиты, как полевая трава, как зелень, как трава, выросшая на крыше». Ну, или, может быть, на террасах, но на крыше, понятно, там иногда вырастает что-то, но там нету большого количества земли, оно высыхает быстро. «Как трава, выросшая на крыше, что засохнет прежде, чем даст колос?» Останешься ли ты на месте, уходишь или возвращаешься, и все это я знаю. «Знаю и то, как на меня яришься. За то, что на меня ты разъярился, и похвальба твоя достигла моего слуха, прородену тебе в нос свое кольцо, в рот себе вложу свои удела, отправлю тебя назад той же дорогой». Ну, то есть, он его как быка с кольцом в носу поведет, или как коня с уделами, с уздечкой. «Атибехиские – такое знамение. В этот год ешьте, что само родится, и на следующий самородный хлеб». Ну, то есть, сеять, пахать некогда, война идет, там враги по всей земле, поэтому заниматься обычным сельским хозяйством не получится. Ну, что-то же вырастает, хлеб все-таки падает, если его оставить несжатым, на землю и вырастает новое. «В этот год ешьте, что само родится, и на следующий самородный хлеб, а на третий год сеять и жнить, и виноградники разбивайте, и урожай с них ешьте». Значит, пройдет два года, жизнь войдет в мирное русло. «Уцелевший остаток дома Иуды снова пустит вглубь свои корни, плоды и принесет его крона. Остаток, выйдет из Иерусалима, уцелевший из горы Сионской, ревность Господа воинств сделает это. Потому что вот что говорит Господь об ассирийском царе. «Не войти ему в этот город, не разить его стрелами, щита к нему не приблизить, вала против него не насыпать». Ну, это описание осадных работ. «По какой дороге он пришел, по той обратно возвратится, а в город этот ему не войти, пророчество Господа. Я сохраню этот город, сберегу его для самого себя и для раба моего Давида». Ну, то есть Хиския ходит путем Давида, и мы читали в самом начале главы, и вся эта история показывает, как конкретно это выглядит. Он обращается, прежде всего, к Господу. Его война, как, в общем-то, и его мир, это, прежде всего, его отношение с Богом, и Господь защищает не столько Хискию, не столько Иерусалим, сколько свое имя, свое достояние, его народ, который живет там, да? Той же самой ночью. «Напал ангел Господень на ассирийский лагерь, поразил 185 тысяч человек, едва рассвело, всюду лежали трупы». Не знаем точно, что это было, какая-то эпидемия, что-то еще, наверное. Более того, там известно, что напал эфиопский царь, то есть и вообще не до этого ассирийцам. После этого Синахиревый ассирийский царь отступил и вернулся в Ниневию, где и оставался. Ну и маленькое примечание говорится о том, что он погибнет в своей земле. Вот как это случилось. «Однажды, когда он совершал поклонение в храме своего бога Несроха, его сыновья Адрамеллах и Шарецер сразили его мечом, а сами бежали в страну Урарту. Вместо него воцарился его сын Асархаддон». Не знаем, что там было у его сыновей с ним, какие-то конфликты, дележка власти и так далее, но, по крайней мере, это сбылось. И вот не было возможности у Хискея отбиться, войска не хватало, укрепления были не такими уж неприступными, но была возможность обратиться к Богу, чем он и воспользовался. А дальше мы прочитаем продолжение истории у Хискея в 20 главе.